В эфире программа «Среда и качество» и наш гость сегодня, настоятель прихода храма святителя Николая Японского в Минске, протеерей Павел Сердюк. Добрый день. Добрый день, Евгений. Отец Павел, и поговорим мы сегодня о великом православном празднике, истинном духовном празднике, духовного возрождения, о крещении Господнем или Богоявлении, который в эту пятницу уже наступит, ближайшую. Да, мы как раз находимся в процессе, в таком периоде, который называется «Навечеря» или «Сочельник». Есть «Сочельник» перед Рождеством Христовым, праздником Рождества Христова, есть «Навечеря» или «Сочельник» перед праздником Крещения Господня. А вот скажите, почему два названия у этого праздника – Крещение Господне и Богоявление? Дело в том, что Древняя Церковь не знала такого отдельного праздника, как рождение Иисуса Христа, и существовал древний праздник, который употребляется еще у христианских писателей Востока, как Богоявление или Теофания, да, Богоявление, которое включало в себя и такое осмысление богословское события Рождества Христова, Крещение Господне от Иоанна, вот, то есть это было такое и явление, и явление Божественной Троицы, да, при Крещении, то есть вот эти были празднования объединены. Собственно, вот, например, Древняя Восточная Армянская Апостольская Церковь, да, она до сих пор празднует вот этот, да, Триединный. Здесь под влиянием, ведь даты рождения, конкретные даты рождения Господа Иисуса Христа, она неизвестна, и, соответственно, уже на Восточной христианской традиции День рождения Иисуса Христа, он был воспринят из Западной христианской традиции. Вот, ну и, собственно, в этом всем таком калейдоскопе и глубине таких богословских перепитий, даже не богословских, а именно таких исторических переплетения традиции, да, ну вот, Церковь все бережно сохраняет, и поэтому у нас есть, ну, я бы сказал, такая очень возможность такого объемного восприятия. Понятно. Но все-таки, как правильнее будет сказать, крещение Господне или Богоявление? И тот, и тот термин уместен, вот, и так и называют, потому что, если мы обратимся вот к главному песнопению праздника, это всегда тропарь, это такой гимн поэтический, он, как правило, все должно быть четко, с чувством, с толком, с расстановкой, то есть, как правило, это такое лаконичное песнопение, вот, и оно как раз нам рассказывает о, описывает праздник Богоявления, описывает как раз события в Тропаре, описывается крещение на Иордании Господа Иисуса Христа. И то, что когда Христос, Иисус погрузился в воду и был крещен крещением покаяния предсечей Иоанном Крестителем, то Иоанн Креститель увидел Дух Святой в виде голубя, сходящий на Иисуса, а с небес прозвучал голос «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот, и крестясь в Иордании от Иоанна, было засвидетельствовано такое провозглашение Святой Троицы Божественной, да, явления. Богоявления часто еще ассоциируют, и вот здесь, наверное, следует все-таки уточнить, да, не с явлением Божественной Троицы, а именно с явлением во плоти Бога в этом мире. Да, и поэтому Богоявление, Феофания. Вот, поэтому здесь очень много таких нюансов, да, но по сути и крещение Господне, и Богоявление, вот, и святое Богоявление Господа, это все, в общем-то, уместно и не носит каких-то таких грубых неточностей. Понятно. Вот мы говорили о крещении Господа в Иордании, вода, да, вода, это как бы основа какая-то такая, этого праздника. Крещенская вода считается особенной, даже целебной. Это правда? Ну, я думаю, что если человека оставить без этого вещества, да, то он скорее перестанет жить, чем без еды. Вот, в этой связи, конечно, вода, как это основа, один из первоэлементов, да, и главных стихий мира. Здесь мы, не хочется наделять, не хочется наделять это духовное торжество, вот, ну, такими элементами, так называемой, там, в кавычках, конечно же, народной религиозности, да, попросту говоря, невежество и мракобесие, да, поскольку получается, что, ну, вот, отсюда и рождаются порою такие вещи, как отрицание, там, необходимости употребления медикаментов, да, я буду лечиться, там, святой водой. Ну, это говорит о том, что мы наделяем, мы, знаете, мы сразу Бога, источника всяких благ, мы его выдворяем на периферии, и у нас здесь есть, ну, вещество силы, волшебная пилюля, да, и это очень, кстати говоря, такое распространенное явление, и очень важно всегда помнить, вникать в содержание, например, молитв, молитвословий, когда совершается чин великого освящения богоявленской воды, то обращается не к воде, обращается к Господу, к триединому Богу, да, молящиеся свидетельствуют о том, что ты великий Бог, сотворивший небо и землю, да, твои чудеса великие, да, и ты там, где желаешь, ты можешь преодолевать естественные законы мира бытия, вот, и приди, и не спасли благодать Духа Твоего Святого на эту воду, и освети ее, чтобы она нам послужила в освящении. Вот вообще символ света, да, и просвещение, и освящение, да, он связан не с узкой, дай нам какую-нибудь такую пилюльку, да, которая позволит нам решить свои вот какие-то там вопросы. Насущные. Насущные, да, а то, что дай нам, пусть она будет нам послужит освящением, да, чтобы твоя благодать Духа Святого в нас присутствовала, вот, ну. Хорошо, тогда вот как правильно использовать, вот, давайте такой практичный совет дадим людям, как правильно использовать, как долго можно ее хранить, вообще для чего она нужна? Ну, во-первых, надо всегда обращаться к содержанию молитв, да, вот, с чем мы обращаемся, да, при освящении воды. И подождь, Господи, всем, кто с верою, это очень важный момент, по вере вашей да будет вам, говорит Господь Евангелие, всем с верою, принимающим ее, пьющим, мажущимся, окропляющим пространство своей жизни, да, подождь, Господи, освящение, недуга в исцелении, демонов всегубительства, вот, и нужно действовать в этом ключе. Во-первых, любое вещество, которое употребляется в священодействиях Церкви Христовой, оно дается для того, чтобы человек им пользовался. Поэтому, конечно, марафонские забеги в очереди, да, с огромным количеством пятилитровых бутылей, да, это... Да, десятками литров люди набирают, варят щи, потом и так далее. Вы знаете, я думаю, что здесь есть что-то, что-то сродни, ну, вот, как спортивным состязаниям, да, вот, достичь, сделать некое сверхусилие над собой. И в этой связи, конечно, ну, я так это объясняю, с точки зрения какой-то психологической, наверное, что, вот, нужно прийти, постоять в очереди, да, вот, я много лет уже наблюдаю за тем, как это происходит, и кого-то, там, детей посылают родители. И дети это воспринимают такой в свой нравственный зачет, что, вот, они не очень-то хотели, может быть, даже, но послушались папу или маму в особенности, и вот пошли, простояли какое-то количество времени. Это не всегда бывает, далеко не всегда как-то комфортно, потому что, ну, бывают и сильные морозы, бывает и не сильный мороз, но, допустим, очень высокая влажность, и зябко, холодно, вот, и нужно терпеливо, вот, семенить ногами шаг за шагом, неспешно. Вот, бывает так, что, там, кто-то, кого-то жена заставила, да, и вот мужчина так поёживаясь стоит, он не понимает, зачем, но сказано, сделано. Вот, я сделал что-то, и в сознании людей, вот, если мы говорим, если наша передача называется «Среда и качество», да, в сознании людей всё-таки есть, вот, понимание того или ощущение, скорее, того, что они что-то, вот, правильное сделали, качественное сделали. Вот, это, ну, на таком, это на уровне таком бытовом. Вообще, воду нужно пить, нужно пользоваться пить. Мы всё-таки, отдавая честь и почтение Великой Агиасме, именно Святой Воде, которая освящена в этот праздник великий, мы её пьём всегда натощак. Ну, это вот, ну, её нужно пить христианин, например, если мы говорим о практике совершения, вот, ну, ежедневной практике совершения молитвенной жизни, христианин, как правило, он просыпается, утренние все гигиенические необходимые процедуры, затем он становится на молитву, читает утренние молитвы, и по окончании христианин всегда вкушает, вот, немножко Святой Воды Крещенской и просфора, если дома есть, да, церковных хлебушек, как говорят у нас в народе. Вот, и, собственно, для этого, когда, конечно, бывают болезни, когда человек чувствует немощь, когда им овладевают какие-то, там, страхи, может быть, панические атаки, но христианин, он всегда запьёт антидепрессант крещенской водой. Вот, нам надо всегда, вот, понимать, да, что Бог воплотился, он стал плотью этого мира, он стал, как мы, и об этом же и говорит пророк Исаия, да, что он недуги рода нашего понёс, то есть болезни наши он воспринял, то есть вот эту всю немощь, уязвимость, да, и в этом-то наша, ну, такая радость, какая-то надежда такая, знаете, ну, казалось бы, чему радоваться, да, когда столько вот бед, скорбей, вот, и во всём этом он тоже присутствует, и вот его вхождение в воду, один из известнейших проповедников церковных, митрополит Антоний Сурожский, он говорил, что вот в чём символ вот этих вод и Ордана, что прежде Христа, прежде Иисуса из Назарета, да, в эту воду вошли, ну, известнейший сюжет картины Иванова, да, в Третьяковской галерее, огромное полотно, вошло множество людей, людей, которые, вот, погрузили себя и символически они погрузили, вот, всю совокупность, эту коллективную своих грехов, и вот, единый безгрешный Бог и человек, Бога-человек, он входит, и всю эту тяжесть этих вод, да, насыщенных, да, напитанных, вот, фонящих, да, этим грехом общечеловеческим, он воспринимает и исцеляет. И вот в этой связи, вот, Великая Геасма или Святая Вода, она, это вода, как вещество этого мира и вместе с тем преображённая невидимой благодатью Духа Святого, пронизанная энергией Триединого Божества. Вот, кстати, по поводу купаний, крещенских купаний, у нас-то холодно, у нас зима, в Эрдонии, вот, и у меня много знакомых, для которых это, ну, ежегодная традиция, 19 января каждый год они погружаются в прорубь, в ледяную воду, так вот, всё-таки, в этом есть какой-то действительно смысл, или это просто такая народная забава, как вы сказали, традиция? Ну, это народная забава, конечно, в первую очередь, и более того, что если мы обратимся к проповедям ещё дореволюционным, духовенство архиереев, то архиереи, духовенство нашей церкви не поощряло этих традиций. Ну, вообще, конечно, можно уехать куда-нибудь на Средиземноморский берег, вот, и в греческой... Кердану. Да, Кердану, ну, кто побогаче, да, вот, и, соответственно, там есть своя традиция, там священнослужитель бросает крест, он погружается на дно моря, ну, в какой-то обозримой таком пространстве, да, морском. И старт, и все массово начинают искать, и кто первый его вот обретает, да, тот, ну, как считается, получает благословение. Ну, опять же, это всё, в общем-то, как-то связано со спортом. Я точно знаю, что всегда после тяжёлых, затяжных и вообще матчей в большом теннисе теннисисты погружаются в ледяные ванны. Вот, происходит регенерация, восстановление мышечных волокон, да, то есть это такой способ для нас, вот такая традиция. Ну, я, надо сказать, что вот эти трагические случаи, связанные с гибелью людей, и сейчас в век, вот, когда каждый становится сам себе кинорежиссёром, да, эти ужасные, ужасные кадры гибели, там, женщины, да, вот в этой проточной воде, там, в России, да. Ну, это вызывает, конечно, меня, честно говоря, это очень сильно напрягает, вот, как настоятеля прихода, особенно, когда ты несёшь ответственность и правовую, в том числе, да, за всё, что происходит, да, потому что везде твои подписи, и когда вот приходит большое количество людей, там, тоже возле храма, это всегда такой момент, момент очень, ну, для меня внутреннего напряжения. Ответственности. Ответственности, конечно, конечно, и, ну, в этом общем таком разливном эмоциональном состоянии торжества, вот, очень важно быть всё-таки собранным, да, и я могу порекомендовать, кстати говоря, прекрасно организованно купель, вообще, вот, весь сопутствующий, как вот наши люди любят, сервис, да, в приходе всех святых города Минска на улице Калиновского, вот, представитель протеерей Фёдор Повный, известный наш священнослужитель, маститый протеерей, и там, там всё замечательно. Я всякий раз вот слышу отклики, да, и там, и палатка, и сходни, и верёвочка, и, ну, вот, то есть весь процесс, он максимально сделан так для того, чтобы обезопасить. Потому что, ну, всё-таки, это экстремальный вид спорта, прежде всего. А вот, хорошо, если человек по каким-то причинам, да, по состоянию здоровья не может окунуться в ледяную воду, ему это противопоказано, как ему соблюсти вот этот ритуал, чтобы вы посоветовали? Ну, не нужно окунаться, не нужно окунаться, но вообще пить святую воду, пропеть, либо, если нет слуха, прочесть, тропарь праздника Рождества, прославить Бога, допустим, это можно собраться за семейным столом, и прежде обычной пищи, такой, которую, несомненно, вкусно приготовила хозяйка, там, родные, там, или привезла службу доставки, вот, вкусить святую великую агиазму, да, то есть воду. Ну, как говорит апостол нам, что вы не делаете, да, прославляйте Господа, едите ли, пьёте ли, да, прославляйте Бога. То есть даже если человек окунался там ежегодно по каким-то причинам не смог, это совершенно не страшно, это не значит, что вот всё, значит, всё на смаргах. Нет, конечно, нет, конечно, я ещё раз повторю, что важная часть, духовная составляющая, она связана с молитвой, а не с процедурами, да, и, конечно, если есть возможность пойти в храм, и, знаете, возможность-то есть. Вот, как нам порой неудивительно кажется, у нас нет желания быть в храме, да, поэтому, плюс ко всему, например, можно, ну, не обязательно участвовать в этом соревновании, прийти там на следующий день, там, 20-го. Ведь есть очень интересное такое свойство церковных праздников, есть период предпразднства, то есть перед праздником, когда тематически, да, богослужения, молитвы, они готовят сознание верующего человека, ну, любого человека, кто к этим текстам обращается, к этим молитвослоям, вот, к смыслу празднуемого события. А есть еще период попразднства, вот, и где, скажем так, этим фоном, да, отголоски праздника, они продолжаются. Вот, и поэтому, но, знаете, я думаю, что очень важно нашим людям как-то пережить какую-то общность, вот такую, спонтанную. Вот, это нечасто сейчас встречается, мы очень атомизированы, особенно вот в городской среде, да, а вот есть ощущение этой общности, да, где мы укупели, мы там набираем водичку, стоим в очереди, когда же окунемся, там, шуточки, смех, какое-то вот общение, в целом приподнятое настроение. Я, я это все, так скажем, пишу словесный портрет, например, для того, как это происходит в Логойске, вот. Вы там бываете, да? Ну, да, да, и Свято-Никольский храм, сам город, он такой живописный на холмах, да, купель такая известная. Гелорусская Швейцария такая. Гелорусская Швейцария, это Жирович. Ну, Жирович, да. Ну, да, вот. Ну, близко. Да, да, и вот, и это всегда такой момент, я просто это всегда ассоциирую со своим детством, но у меня это было связано не с церковным праздником, а с доставкой в сельскохозяйственный магазин, там, в глубоком Полесье Гомельской области, автолавки. Вот, когда привозили эти новые товары, хлеб свежеиспеченный, и вот собиралась вся деревня, и вот садились мужчины отдельно, вот, женщины, и вот мы, малыши, там, бегали вокруг, играли какие-то свои игры, но это была вот точка сбора всех, да, и я даже помню до сих пор запах этой махорки, которую скручивали там из газеток, да, лесники. И это такие очень, ну, это очень ценный опыт родства, родства, вот, и я думаю, что такой социальный, психологический аспект церковного праздника, вот, в этом ключе, он очень важен. А вы, отец Павел, будете погружаться в ледяную воду? Не знаю, это всегда для меня большой сюрприз. Как сложится, как сложится. Ну, я не боюсь, но вместе с тем у меня нет такой цели, вот, плюс ко всему, я по благословению Патриаршего Экзарха буду принимать участие среди других клириков белорусского экзархата в международных рождественских чтениях в Москве, который начинается с 24 января. Поэтому буду смотреть по самочувствию, потому что очень хочется побывать на литургии в Храме Христа Спасителя Патриаршей, и, ну, и в целом, это такой форум очень содержательный, и мне есть интерес определенный. Поэтому я посмотрю по самочувствию для того, чтобы не оказаться потом с малиновым чаем, да, обмотанным шарфиком в постели, да, а не там, где планирую быть. И такой вопрос. В принципе, ведь Крещение Господне, да, это праздник очищения души, духовного нашего очищения, но ведь это не единственный такой праздник. Вот вообще в православии, в православной вере изменение вот это духовное, душевное, изменение качества жизни, как сейчас бы сказали, как оно происходит, каким образом, какими событиями и действиями? Это самое сложное, что, самая сложная задача, которую каждый человек пытается решить, независимо от того, он религиозен или нет, изменить качество своей жизни. Хочется жить лучше во всех смыслах, во всех смыслах. Но для христианина подлинный, качественный переход – это, несомненно, покаяние. Это не связано даже с торжеством, а метаноя – перемена образа мыслей, перемена образа жизни. То есть очень важный момент. Внутренняя перемена влечет за собой перемены во всех других измерениях, да, где человек себя проявляет. В социуме, в семье, да, то есть некое внутреннее перерождение. И об этом мы можем просить. Об этом мы можем просить. Просто так вот путем каких-то упражнений, ну вот там, не знаю, как есть там программа, 30-недельная программа по подтягиванию. С нуля ты становишься, выполняешь все нормы ГТО. Нет, так не работает. И, конечно, это призывающая благодать Духа Святого. Да, то есть человек, человек бывает так, что, ну, вот он восприимчив, да, в нем есть какая-то более, большая, что ли, чуткость. А вот эта большая чуткость, некая степень восприимчивости, да, к божественному голосу, к божественному призыву, она часто связана, как это ни печально признавать, с опытом страданий, который человек пережил. Он более, я не говорю о сломленности, а именно вот этот опыт боли, когда человек пережил сам, он безошибочно распознает этот опыт боли других людей. Он становится более милостив, более снисходителен. Вот, соответственно, если он в опыте страданий, да, мы оказываемся как будто в пустыне. Да, пустыня такое гиблое место, да, и человек начинает кричать и звать на помощь. Вот, и поэтому покаяние, вот эта перемена кардинальная, это действительно, это сразу не просто ощущается самим человеком, это видно и с невооруженным взглядом, даже снаружи, вот, что это действительно качество жизни. Ну, несомненно, это жить не по лжи, совесть, вопросы совести, тут очень глубокие изменения. И более того, что эти изменения могут привести к тому, что привычный круг твоей жизни может тебя отторгать и не воспринимать. Потому что, ну, ты привычен, ну, и поэтому очень нередки случаи, когда человек обращается ко Христу, старается жить по-христиански, да, и в его ближайшем окружении, там, профессиональном, либо семейном, ну, исполняются слова «спаситель нет пророка в отечестве своем», да. То есть мы привыкли к тебе такому. Ты удобен, да. А здесь ты стал, ну, совершенно, и не потому, что ты такой святоша, который всех там обличает во грехах, а просто ты, сам изменившийся образ твоей жизни, он невольно обличает наш образ жизни. То есть мы считаем, да, мы считаем, что так невозможно жить, а вот человек живет по заповедям, и он такой раздражитель. Вот и так бывает, и так может быть. К этому надо быть готовым, конечно. Дай Бог избежать нам всем такой судьбы. Я благодарю вас за эту интересную беседу. Я хочу, чтобы вы поздравили всех нас с наступающим праздником, благословили принять его, прийти ко Христу, очиститься, стать лучше, изменить качество своей жизни в лучшую сторону. Прошу благословения. Дорогие, уважаемые слушатели, зрители, дорогие, уважаемые руководства, все сотрудники агентства Минск Новости, дорогие наши все столичные жители, я сердечно поздравляю вас с праздником Богоявления, Крещения Господня. Желаю мир вашему дому, нам нужен мир, мир и созидание, а это действительно зависит от качества. Качество жизни, я думаю, связано с готовностью каждый день делать маленькие, маленькие шаги в том направлении, в котором после каждого поступка в отношении себя я буду себя уважать, а не наоборот. Без самоуважения невозможно качественно преобразить окружающий нас мир. Поэтому я желаю прежде всего всем нам качественно проживать собственную жизнь. Спасибо. Спасибо, отец Павел. А мы продолжаем.